Перед вами Любовь Мачехину, кандидат в медицинских наук, врача-эндокринолога, гериатра, заведующего лаборатории биомаркеров старения, куратора исследования РУС-Эйдж. Давайте поаплодируем. Добрый вечер. В первую очередь хочу сказать спасибо Медтеху и за прекрасную традицию, в которой мы теперь вовлечены, и за отличную локацию, и за то, что вы повышаете наш резилинс ко всем невзгодам и окружающей среде. И очень радостно и каждый раз, конечно, волнительно выступать перед аудиторией, которая заинтересована. Я вижу, что вам действительно интересно, и вы действительно хотите разобраться в этой теме. Может быть, я вас разочарую, но, конечно, сегодня за час мы не успеем обсудить слишком много. Но мне хочется в первую очередь заинтересовать вас тем, что мы делаем, попытаться снять стигмы с процессов старения. А я думаю, что многие из вас уже относятся к этому немного по-другому. Ну и, конечно, ответить на ваши вопросы. А я думаю, что нужен еще какой-то приз, возможно, что если ректор не отвечает на ваш вопрос, то вам, может быть, две книжки зададут за это. Но мы подумаем. И сегодня мы будем говорить о биомаркерах старения как способа достижения долголетия. И что это такое? Конечно, для того, чтобы подобраться непосредственно к разговору о определенных параметрах, мы попробуем понять, а что же такое старение. Я в самом начале сказала, что мне бы хотелось, чтобы вы воспринимали этот процесс так же, как и мы. То есть под определенным углом и немножко отходя от какой-то негативной коннотации. Вкратце рассмотрим основные механизмы старения. Конечно, поговорим о биомаркерах старения. Не обо всех, это невозможно. Но о тех основных, с которыми мы работаем и которые мы используем, в том числе для создания калькуляторов биологического возраста. Ну и, конечно, поговорим о разных видах часов старения или калькуляторах биологического возраста. И о нашем совместном проекте РусЭйдж, который как раз нацелен на то, чтобы в идеале, как коллеги уже отметили, замедлить старение. А пока это наши подготовительные шаги для того, чтобы максимально точно оценить его скорость. И вот здесь небольшой глоссарий из тех терминов, которыми мы будем сегодня пользоваться, чтобы мы с вами говорили точно на одном языке. Здесь нет ничего сверхъестественного. И здесь, пожалуй, наиболее важные определения, которые мы будем сегодня использовать. Конечно, старение. И, в общем-то, то определение, которое я выбрала здесь, оно наиболее нейтральное. То есть как некий процесс накопления последствий жизни, как бы это ни звучало. Потому что каждый биохимический процесс, каждый прожитый день, тем более у таких достаточно высокоорганизованных организмов, мы, конечно, не дельфины, но достаточно на высокой ступени эволюции, несет какие-то свои последствия как на клеточном, так и на организменном уровне. Ну и, конечно, мы поговорим, что такое здоровая продолжительность жизни. Затронем идею геропротекторов и геропротекторных технологий, потому что без этого бессмысленно говорить о том, как можно повлиять на старение или как можно его замедлить. Ну и, конечно, обсудим, чем отличается хронологический возраст от биологического. Я думаю, что вы, может быть, уже сами можете ответить на этот вопрос. Но это то, чем мы будем сегодня оперировать. Итак, что же такое старение, что же такое старость? Как это можно описать? Здесь я не могла удержаться от того, чтобы не ставить картинку из фильма, снятого по моей любимой книге, которую я перечитываю. И, может быть, еще раз при знакомстве с текстом найду для себя еще что-то новое. Потому что если раньше я испытывала какое-то искреннее сожаление к главному герою, к Дориану Грею, то сейчас уже с учетом тех знаний, которые у нас есть, и тем представлениям о старении, которые существуют, я немножко расстраиваюсь из-за его безответственности и желания переложить все процессы старения на кого-то другого. То есть он совершенно не комплаентен и не стимулирован к тому, чтобы узнать, что такое успешное старение и здоровое долголетие. И вот это как раз, наверное, та тонкая грань между тем, что называется превентейдж, и тем, что называется медицина здорового долголетия. Потому что мы как раз занимаемся тем, чтобы стареть или взрослеть правильно. Но не действуем против возраста и против старения, потому что это естественное течение обстоятельств. И мне безумно нравится дословный перевод слова «старение» с английского. Если мы вспомним, это будет «эйджинг». То есть, по сути, это изменение возраста, просто взросление. Поэтому каждый день можно расценивать как старение, а можно расценивать как взросление. И выбирать тот подход, который больше нравится вам. Конечно, вопрос, что такое старение, он и философский, и поэтический, и научный. И сквозь века от такого воспевания старости как чувства свободы мы сейчас пришли к достаточно прагматичной позиции, которая была сформулирована знаменитым геронтологом Киркводом еще относительно недавно. И гласит она о том, что старение – это просто отражение изменений, которые происходят с организмом за время его жизни. И не более того. Это, в общем-то, то, что мы можем увидеть с помощью определенных показателей. А вот что мы увидим, зависит больше, чем наполовину от нас. И, как мы уже с вами поговорили, мы будем говорить о том, как стареть и как взрослеть правильно и максимально успешно. И в связи с этим мы сейчас уже выделяем несколько видов старения. Те, которые являются наиболее оптимальными моделями. Это, конечно, здоровое старение. Это, пожалуй, та концепция, которую мы сейчас наиболее четко понимаем. То есть, в первую очередь, это процесс, который направлен на поддержание функциональных способностей организма. Что это такое? В первую очередь, это сохранение независимости. Нам всем очень важно быть независимым как от окружающей среды, но выйдя из пещеры мы уже смогли это получить, так и от каких-либо проблем со своим здоровьем и физическим, и когнитивным для того, чтобы сохранять свою самодостаточность и индивидуальность. И именно вот это позволяет, если мы говорим, например, об очень пожилых людях, делить их условно на хрупких и крепких. И крепкие как раз будут те, которые, несмотря на свой хронологический возраст, достаточно независимы, конечно, в меру своих возможностей. И такую модель как раз можно назвать здоровым старением. Есть еще активное старение и успешное старение. И здесь уже следующие два термина, они направлены более на взаимодействие между различными сферами нашей жизни. И социальными факторами, и экономическими факторами. И все это позволяет создать оптимальную среду в идеале для успешного долголетия и для здорового старения. И, конечно, говоря о том, что с нами происходит с течением времени, нельзя не упомянуть эту картинку. Наверняка кто-то из вас уже ее видел. Это основные механизмы старения. Здесь их представлено 12. В последнее время возникает вопрос о том, что в 2022 году в журнале Cell вышла статья, в которой было 14 механизмов старения. А уже в конце 2023 года снова вернулись к позиции 12 механизмов старения. Все дело в том, что были добавлены еще два таких механизма, как старение и воспаление. О нем мы поговорим еще отдельно. И нарушение состава микробиота. Микробиота или микробиом – это целый большой мир внутри нас, который состоит из различных микроорганизмов. И большой вопрос, кто кем управляет. На самом деле, чем больше задумываешься, тем больше веришь в то, что мы просто некий переносчик этого такого большого разнообразного царства видов. Но вот здесь приведены те механизмы старения, которые являются абсолютно классическими. И главное – те, на которые мы можем пытаться научиться влиять. И сейчас мы понимаем, что, конечно, есть те механизмы, на которые повлиять сразу будет достаточно сложно. Ну, например, нестабильность генома, то есть, в общем-то, все информации закодированные, которые описывают и благодаря которой мы имеем проявление определенных признаков, вот эту нестабильность изменить достаточно сложно, но можно. А вот улучшить, например, работу иммунной системы или снизить хроническое воспаление уже достаточно более реально и достижимо. Но что мы знаем точно, что влияние даже на один из механизмов старения уже может значимо улучшить качество жизни. А ведь мы хотим в первую очередь уже сейчас добиться того, чтобы не просто жить дольше, а жить еще и более успешно. Жить не просто долго, а долго и счастливо. Ну и, конечно, если говорить про разные механизмы старения, то у всех есть какой-то свой любимчик. И можно бесконечно долго спорить, какой будет ведущим, но я думаю, что никогда мы не придем в этой ситуации к согласию. Лично мне, и это мое мнение, очень близко понятие воспаления и старения, и, как мне кажется, это то, на что мы должны начинать влиять в первую очередь. Вообще, это очень интересный процесс. Да, инфламиджинг, от двух слов, воспаление плюс старение, взросление – это процесс, который происходит с нами постоянно. И главное, что мы не должны пытаться от него избавиться. Потому что это реакция нашей иммунной системы на любое воздействие окружающей среды. И если у нас не будет какого-то воспаления в организме, то мы просто не доживем хоть до какого-то более или менее зрелого возраста. Это естественная реакция на какой-либо фактор окружающей среды. Но, конечно, любой процесс хорош до той степени, пока он хорошо контролируем. И пока вот это воспаление стерильное, как его называют, пока оно несет добро, да, и рассчитано в первую очередь на поддержание иммунного статуса и защиту функциональной активности организма, то все в порядке. Но как только процесс становится уже тяжело контролируемым, здесь уже начинается воспаление старения. Вот этот инфломейджинг. И здесь начинаются проблемы. Потому что бесконтрольное и достаточно активно текущее воспаление приводит к различным повреждениям в органах и тканях. И все это приводит к более ускоренному или патологическому старению. И, конечно, да, вот здесь мы видим те источники, которые могут, те факторы, которые могут приводить к инфломейджингу, то есть к воспалению старения. К воспалению старению. И на самом деле некоторые из них мы достаточно легко, ну, относительно легко, да, но мы можем их корректировать. Это питание, да, особенности питания. Я специально не употребляю слово диета, во-первых, потому что я его не люблю, это что-то сразу очень лечебное, да. А мы говорим именно про образ питания, потому что у каждого он может быть свой. И какого-то однозначного ответа, конечно, на этот вопрос быть не может. Это хронические воспалительные заболевания, поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что любой процесс, если он контролируемый, не приносит большого вреда. И человек, даже пожилой, с большим набором хронических заболеваний может быть крепким, если он их успешно контролирует. Это детские инфекции, ожирение, изменение состава микробиота, но это отдельный разговор про микробиоты. И, в общем-то, это далеко не все, но основные факторы, которые способствуют развитию вот этого неконтролируемого воспалительного старения. И как, куда-то я очень далеко вернулась, и как мы можем повлиять на это воспаление старения. На самом деле, некоторые из возможных стратегий могут показаться вам слишком очевидными, а некоторых моих пациентов они откровенно разочаровывают. Например, когда начинаешь говорить про здоровое питание или контроль веса, многие очень расстраиваются, потому что это явно не то, что хочется услышать от врача-гериатра или от эндокринолога, да и вообще от любого человека. Но на самом деле, говоря о геропротективных технологиях или о геропротекторах, то есть того, что может защищать нас от старения в плохом смысле, мы же говорим не только о каких-то специальных препаратах, лекарственных или биологически активных добавках, а говорим в первую очередь еще о немедикаментозных способах влияния на старение. И мы никуда не денемся без того, как мы двигаемся и что именно мы едим. Конечно, это вакцинация. И здесь уже на самом деле знак вопроса уже, наверное, не столь актуален, потому что плановая вакцинация, в том числе детских инфекций, как раз это очень хорошая профилактика возникновения в дальнейшем бесконтрольного воспаления. Ну и, конечно, лекарства с противовоспалительными эффектами, когда это нужно, снижают выраженность процессов воспаления. И некоторые препараты, да, здесь указаны синолитики, это препараты из группы геропротекторов, которые могут оказывать положительное влияние на этот процесс. На самом деле к синолитикам у нас уже сейчас не очень однозначное отношение, потому что буквально эти препараты переводятся как разрушающие старость, да, разрушающие старые клетки или синесцентные клетки, которые не просто старые, они еще заражают все клетки вокруг своей старостью и заставляют их чувствовать себя так же плохо, как они сами. Это правда так, потому что клетки умеют друг с другом разговаривать. И вместо того, чтобы заставить эту клетку просто замолчать, синолитики ее полностью уничтожают. Вроде бы это неплохо, но нарушается все взаимодействие внутри какого-либо органа или ткани. Мы понимаем, что не всегда такой радикализм полезен. Поэтому есть другой способ, это синоморфы, то есть изменить настроение и образ мыслей вот этой клетки синесцентной, для того, чтобы она не заражала все вокруг своим секреторным таким провоспалительным фенотипом. Но это тоже отдельная тема для разговора, да, просто хотелось, чтобы вы понимали, какие есть возможности влияния в том числе на процессы воспаления старения. И, конечно, если мы будем говорить про успешное старение, да, это та концепция, которая еще развивается. На самом деле, что такой успех каждый понимает по-своему. Но если говорить про старение, то эта концепция, которая была сформирована в последнее время экспертами ВОЗ, она включает в себя несколько доменов, которые тоже не могут вызвать особой радости у человека, который ищет волшебное средство от старения. И вот эти домены, они включают в себя и физические, и, что немаловажно, психологические аспекты, в том числе психическое благополучие, позитивный взгляд на жизнь. А мы все прекрасно знаем, что изменение настроения или депрессия, особенно если у человека есть большие депрессивные эпизоды, значимо влияют на процессы старения, ускоряя их, да, и укорачивая длину теломер. Поэтому, в общем-то, вот эти большие блоки, конечно, они включают в себя очень много еще разных направлений, но вот только на основе вот этих четырех доменов мы можем говорить о потенциальном успешном старении. И, конечно, у кого мы можем поучиться успеху, это у различных организмов, некоторые, которые стоят на более низкой ступени эволюции, некоторые, которые тоже млекопитающие, как и мы, которые каким-то образом бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Конечно, абсолютным рекордсменом являются двустворчатые моллюски, которых мы все знаем, но далеко не все, конечно же, доживают до столь преклонного возраста. Да, некоторые роды двустворчатых моллюсков действительно знают секрет долголетия. Например, одна из жемчужниц может жить несколько веков, и главное при этом, что это действительно успешное старение, потому что эти моллюски продолжают производить зародыши, то есть они находятся в абсолютно сохранном своем гормональном и метаболическом статусе, могут продолжать размножаться, они умирают, но от очень разочаровывающей причины, они просто перестают двигаться и погибают от голода. Они становятся настолько огромными, что уже не могут фильтровать воду, они не могут питаться планктоном, просто лежат на месте и погибают. Поэтому возможно решение этого вопроса с помощью каких-то технологий. И в чем же секрет их долголетия? Они, конечно, не управляют всеми механизмами старения, о которых мы поговорили. Но то, что нам известно, что у этих моллюсков прекрасный устойчивый белковый гомеостаз. По сути, мы все с вами тоже набор ходячих белков. И это очень важно, потому что белки – это те молекулы, которые как раз и передают все признаки, которые у нас заложены в геноме. И вот двустворчатые моллюски, у них молекулы белков очень-очень стабильные. Благодаря этому в них практически не накапливается никаких ненужных и опасных мутаций, и эти моллюски практически не меняются со временем. Да, они просто растут, размножаются, а по сути остаются молодыми в душе. А если говорить о млекопитающих, то здесь уже это сомалийский код, так его называют наши иностранные коллеги. Мы более откровенные, мы говорим, что это голый землекоп. Но на самом деле так и есть. Это млекопитающее, которое является оберегом МГУ. И в лаборатории Скулачева эти животные живут, радуются жизни, радуют ученых, очень активно изучаются как пример нестарения или очень-очень успешного долголетия. И вот голые землекопы уже намного более сложный механизм, но однако они доживают до, то есть они возрослеют и заканчивают период пубертата, входят в так называемый такой период юности, активный репродуктивный период, и в нем остаются. И сохраняют свою репродуктивную, когнитивную, физическую функцию на одном уровне все время. Это действительно потрясающе. Ну и умирают они от несчастных случаев. Потому что на самом деле самцы голых землекопов достаточно агрессивные, к тому же в темноте можно ошибиться и принять кого-то за другого голого землекопа. В общем, бывают разные травмирующие ситуации, они могут подраться, может произойти какое-то обрушение их подземных ходов. В общем, чаще всего они умирают от каких-то несчастных ситуаций, либо какой-то инфекции, с которой им может быть достаточно тяжело справиться. Но в целом, если создать для них достаточно благоприятные условия, они могут жить рекордное количество времени. И, конечно, если мы говорим о том, каким примером мы хотим восхищаться, то мы должны подумать о том, о каком модели будущего мы хотим видеть у нас в обществе. И, конечно, есть три модели увеличения продолжительности жизни, каждая из которых достаточно радикально отличается от другой. Первая модель, в общем-то, она, это где мы находимся сейчас, это средняя продолжительность жизни. Но если мы берем европейские страны в пределах 80 лет, то вы видите, что уже после 60 лет, если посмотреть на эти пиктограммы, то человечек становится все более и более функционально зависимым. А мы с вами поговорили о том, что как раз это определяет успешность старения, то есть сохранение своей независимости. Вторые две модели вроде бы похожи. Здесь уже заложена продолжительность жизни 100 лет, но вторая модель более депрессивная, потому что тоже уже где-то к 70-80 годам человек становится более и более зависимым и к своему 90-летнему возрасту уже становится достаточно со сниженным функциональным статусом. А третья модель или компрессия заболеваемости, как ее называют, предполагает, что все будут жить дольше, но в первую очередь за счет увеличения здорового отрезка жизни. То есть если раньше мы говорили, и был такой термин, как продолжительность жизни, lifespan в английской литературе, то сейчас все говорят о том, что мы должны думать о продолжительности здоровья в первую очередь. И не гнаться радикально за увеличение продолжительности жизни, пока продолжительность здоровья не будет увеличена значимо. И вот это та третья модель, к которой мы должны стремиться. Ну и исходя из этого, каким же способом нам можно оценить здоровье? Да, потому что говоря про старение, мы очень хотим отойти от концепции того, чтобы оценивать это как какое-то заболевание. Да, поэтому мы хотим говорить о том, как оценивать успешность, как оценивать успешное и здоровое старение, и как, соответственно, его оценить. Потому что обычно мы, ну, по крайней мере, клиницисты, очень четко знаем критерии постановки какого-либо диагноза. Да, в худшем случае мы пишем для себя просто слово «общий осмотр». С любого организма, любой клетки организма после какого-либо стрессового влияния возвращаться к исходному состоянию, да, не ухудшая его. Конечно, тоже надо понимать, какое состояние было исходным, да, но, по крайней мере, это говорит о том, что при воздействии какого-то острого стресса организм это может пережить и вернуться на нулевую стадию, то есть то, как он себя чувствовал до этого воздействия. На самом деле этот механизм антистарения можно достаточно легко измерить на людях, и этим занимались уже достаточно давно. Просто раньше этому не придавали такого значения именно в аспекте антистарения. Например, любые нагрузочные тесты в медицине, ну, например, велоэргометрии, когда просят крутить велосипед, может быть, кто-то из вас это делал, да, или ваши родственники измеряют частоту сердечных сокращений, снимают кардиограмму, да, и оценивают таким образом резистентность к нагрузкам. Это оценивается у пациентов кардиологического профиля, и у спортсменов, и у людей, которые готовятся к операции. И, в общем-то, сейчас мы понимаем, что это один из таких достаточно простых способов померить эту молекулярную устойчивость. Но надо понимать, что оценить молекулярную устойчивость, да, можно с помощью разных способов, как и с помощью физического воздействия, так и очень важным является оценка именно психологического состояния, потому что в понятие вот этой устойчивости или резилинса тоже входит несколько блоков, которые включают в том числе в себя и психологический аспект. Потому что это тоже является следствием влияния какого-либо стрессового фактора и возможности возвращаться в исходную точку. Ну и еще, конечно же, одним из очень важных механизмов антистарения является аутофагия. Долгое время к этому процессу относились с позиций таких чисто утилитарных. И считалось, что это процесс, который, в общем-то, чем-то похож на то, когда мы выносим какой-то мусор из дома и направлен на то, чтобы устранить из клетки умершие ее части или органеллы, или какие-то инородные частицы, и чтобы клетка могла продолжать нормально функционировать. Ну и больше ничего. Но когда стали более детально изучать процесс аутофагии, в том числе в этом процессе участвуют эфагоциты, и Илья Ильич Мечников, который открыл явление эфагоцитозы, тоже, безусловно, занимался изучением этого процесса. И когда сейчас уже на современном уровне знаний стали изучать этот процесс, поняли, что аутофагия может затрагивать очень-очень глубокие процессы внутри клетки. И в том числе она может воздействовать на внутриядерные процессы. Вы наверняка все знаете, что центр управления деятельностью клетки – это ее ядро. А в ядре, как в сказке про Кощея Бессмертного, находится дезоксирибонуклеиновая кислота, с которой считывается вся информация, необходимая для жизнедеятельности организма. Если внутри ядра происходят какие-то поломки, то, соответственно, процессы деятельности, которые связаны в том числе с репликацией или репарацией, с восстановлением ДНК, могут быть нарушены. И это может иметь достаточно серьезные последствия. И вот допуск внутри ядра имеют далеко-далеко не все внутриклеточные механизмы. И если механизм какой-либо имеет возможность влиять на внутриядерные процессы, это говорит все-таки о его очень большой значимости, в том числе в процессах антистарения. Но мы знаем, что аутофагия, к сожалению, способность к ней, поддержание ее на должном уровне, снижается с возрастом. Это естественно. Но здесь, конечно, важно оценивать в первую очередь скорость снижения этого процесса или те изменения, которые происходят. Потому что замедление некоторых процессов может носить также и протективный эффект. Просто мы должны понимать, насколько сильно выражены эти изменения и насколько сильно они влияют на деятельность самого организма. А о том, что аутофагия связана с процессами старения, мы сейчас уже больше споров не ведем. И, конечно, мы в этом уверены. Другое дело, что померить или измерить или оценить способность к аутофагии у таких сложных организмов, как люди, достаточно нелегко. Легко это можно увидеть на каких-то клеточных материалах или на образцах ткани. Но, конечно, я думаю, что чем больше мы накапливаем знаний, в том числе о различных биомаркерах старения, то уже можно менее инвазивными способами оценить способность аутофагии с помощью измерения, например, определенных биомаркеров старения в периферической крови. Еще одним важным понятием в оценке здоровья является понятие внутреннего потенциала. На самом деле это достаточно сложно переводимый на русский язык термин, но примерно это как раз и можно представить как некий внутренний потенциал. Что это такое, до сих пор до конца непонятно. Но что понятно, что, во-первых, это можно рассматривать как и способ оценки здоровья, который в первую очередь ориентирован на нахождение каких-то положительных качеств, а не отрицательных. И очень важным фактором в оценке внутреннего потенциала является снова функциональная способность организма. То есть это та деятельность, которая позволяет, это вот дословное определение ВОЗ, которое позволяет людям быть и делать то, что они ценят. То есть, во-первых, быть независимым. И главное еще, что немаловажно, это как раз отсылка к социальному и психологическому аспекту успешного старения. Для каждого быть в состоянии делать то, что он привык и что приносит ему удовольствие. Потому что если человек был достаточно активен долгое время, и, не знаю, например, ездил на лошадях, потом у него случился артроз коленных суставов, он это делать уже не может, его вовремя не соперировали, у него может начаться депрессия. Конечно, мы сейчас немножко фантазируем, но, безусловно, уже один из этих доменов успешного долголетия у него будет закрыт. Поэтому, концентрируясь именно на положительных качествах, которые сохраняются у человека, и оценивая таким образом здоровье, на самом деле мы можем оценить гораздо-гораздо больше. Но понятие внутреннего потенциала сейчас продолжает еще разрабатываться, и мы очень ждем такого единого консенсусного решения. Ну и сейчас, конечно, мы балансируем между тем, чтобы выделить какие-то положительные черты, и в том, чтобы увидеть недостатки. А в чем может быть недостаток старения? Это большая разница между возрастом биологическим и хронологическим. Что такое хронологический возраст? Это, конечно, понятно и легко определить. А вот возраст биологический может достаточно сильно отличаться от хронологического. Биологический возраст — это истинное отражение процесса старения в организме. Он тоже выражается цифрами, но у 20-летних людей он может варьировать от 18-летнего до 40-летнего возраста. И это отражает именно их функциональные способности, и социальное благополучие, и психологическое благополучие и так далее. И, в общем-то, долгое-долгое время считалось, что именно возраст хронологический является определяющим фактором в том числе для расчета рисков людей и оценки их состояния. Есть очень много различных шкал, например, фроменгемская шкала, которая применяется кардиологами, в которой уже просто факт, что человеку больше 75 лет давал автоматически 15 баллов по этой шкале. Это очень много. И у эндокринологов есть тоже расчет степени риска сахарного диабета, где возраст 60 лет уже помещает человека в группу среднего риска. Но чем больше мы об этом думаем, тем больше мы понимаем, что это не совсем верно. Потому что нельзя сравнивать людей одного хронологического возраста, говоря об их абсолютной тождественности. Это будет не совсем верно. Поэтому, да, вот здесь как раз приведен пример о том, о чем я говорила, что биологический возраст у одной группы возрастной может очень-очень сильно варьировать. И таким образом мы понимаем, что у хронологических возраст не может быть замена исследования возраста биологического. Другое дело, что биологический возраст сейчас еще мало кто измеряет, и в паспорте у нас не ведется еще какого-то параллельного отсчета этому возрасту. Но сейчас уже существует огромное количество разных приложений, в том числе и для смартфонов, которые могут каждый день мерить ваш биологический возраст. Другое дело в их точности, да, но, по крайней мере, это позволяет о чем-то задуматься. И, конечно, для того, чтобы посчитать биологический возраст, нужно иметь какую-то формулу. Для того, чтобы иметь формулу, нужно иметь ее составные части. Что может стать составной частью для формулы расчета биологического возраста, это как раз биомаркер старения. Что это такое? Это показатель, который отображают различные биологические процессы, которые характеризуют старение. И, в общем-то, некоторые биомаркеры старения у нас на слуху уже очень давно, и каждый из вас наверняка хоть раз его доопределял. Например, это уровень витамина D. На самом деле, витамин D — это не совсем витамин, это гормон. И это тоже биомаркер старения. Просто со временем мы находим уже некоторые другие аспекты этих показателей. И если они соответствуют определенным критериям, мы можем называть их биомаркерами старения. Какие это критерии? В первую очередь, это доказанное влияние на процессы старения. И второй очень немаловажный фактор — это возможность изменения этого показателя при применении каких-либо геропротективных технологий. Ну, например, если мы при пониженном уровне витамина D будем его восполнять с помощью препаратов витамина D, с помощью диеты, с помощью какой-то физической активности и пребывания, например, на открытом пространстве, и посмотрим, измерим этот уровень витамина D через какое-то время, он, конечно же, будет изменяться. И также с другими показателями, например, из общего анализа крови — это ширина распределения эритроцитов или количество лейкоцитов, то, что наверняка вы видели в своих же собственных анализах. И, конечно, главным для нас является тот факт, что вот эти биомаркеры старения — это динамические показатели. И мы можем на них влиять, и можем оценивать их изменения спустя какое-то время после вмешательства. Не пугайтесь, это достаточно устрашающая таблица, но здесь я просто хотела вам показать, что меньше чем за 100 лет произошел огромный скачок в изучении процессов старения, в измерении процессов старения, а главное — подходу к оценке возраста, в том числе биологического. На самом деле уже в 1935 году признали, что возраст — это не константа, он может быть изменяемым. А сейчас мы уже на том уровне, когда ищем различные биомарки растарения, которые могут совпадать у разных видов животных. Для чего нам это важно? Во-первых, для того, чтобы на тех примерах, которые я вам показала, понять, каким образом все-таки эти организмы поддерживают оптимальный гомеостаз белков или сохраняют очень стабильный геном, и возможно перенять это для себя и создать специальные геропротекторные технологии, которые позволят нам как раз достичь успеха в старении. Ну и если мы будем говорить о классификации биомаркеров старения, то их может быть бесконечно много. Есть самая простая, которая делит их на молекулярные, то есть это все, что можно померить в крови, в слюне, в любой биологической жидкости. На физиологические — это скорость ходьбы, это сила рукопожатия. И вы наверняка замечали, что очень часто, особенно политические лидеры, стараются пожать друг другу руку как можно сильнее, потому что это тоже один из показателей здоровья и успешного старения организма, потому что показатели динамометрии, то есть силы в кистях, это тоже отражает процессы старения. Ну и есть цифровые биомаркеры. В общем-то, это та информация, которая сейчас есть у каждого. Количество пройденных шагов в день, уровень глюкозы, если кто-то пользуется сенсорами для мониторирования у глюкозы, частота сердечных сокращений и так далее. Их может быть огромное количество, и если их правильно собрать и проанализировать, это может быть очень-очень полезной информацией в плане оценки индивидуального старения организма. Ну и есть клиническая классификация биомаркеров старения, которая чуть более сложная, но все равно достаточно простая. И здесь все биомаркеры старения делятся в зависимости от своей роли в различных исследованиях или в открытии каких-либо процессов старения. Есть предсказательные биомаркеры, прогностические, реактивные. Это, наверное, одни из самых ярких и самых удобных для оценки биомаркеров, потому что именно они показывают реакцию организма в ответ на какое-то вмешательство и стресс, и наиболее ярко изменяют свою концентрацию, мы можем это достаточно быстро оценить. Ну и здесь просто приведена удобная картинка основных биомаркеров старения. И, конечно, если мы говорим про молекулярные биомаркеры старения, в самом начале коллеги упомянули, что здесь мы занимаемся в том числе различными умиксными технологиями. На самом деле это очень интересный, очень объемный раздел медицины. Это то, что описывает огромный блок различных взаимодействий и процессов. И, например, протеон, то есть все то накопленное знание о белках нашего организма, тоже укладывается в это понятие. И, конечно, на основе этих данных тоже могут создаваться различные часы биологического возраста. Другое дело в том, как бы мы не любили эти технологии, то создавать часы только на их основе мы пока не спешим, потому что это достаточно, во-первых, оператора зависимое определение, потому что для того, чтобы оценить метаболом или протеон, нам нужны специальные очень сложные приборы, нам нужен очень хорошо обученный специалист, специальные реактивы. И на самом деле эти показатели в одном и том же образце могут достаточно сильно варьировать в зависимости от времени, когда это было определено, от того, кто это определил. Но, безусловно, это очень важно и интересно. Просто это немножко уже следующий шаг. И здесь, для того, чтобы убедить вас в том, что биомарки растарения – это очень важно, и мы не зря посвятили им целую лабораторию, то здесь приведен просто ряд исследований, достаточно новых, в которых оценивались именно биомарки растарения, как тот показатель, который описывает биологический возраст. Их очень много. И некоторые были достаточно простые. То есть, например, были исследования, в которых принимался витамин D и оценивался потом его уровень через какое-то время, либо исследования, которые были направлены на увеличение физической активности с помощью специально подобранной системы тренировок, и после этого оценивался биологический возраст. И, конечно, эти биомаркеры оценивались не только сами по себе, а вы видите третий столбик справа, с помощью чего еще оценивались измерения этих биомаркеров и биологического возраста с помощью различных калькуляторов биологического возраста, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта. Потому что чаще всего оценивать только один какой-то показатель не совсем правильно. Проще и правильнее оценить их вместе, может быть, не проще, но правильнее, с помощью специально созданной формулы и пересчитать уже биологический возраст. И, конечно, понятие биомаркеров старения обязательно идет вместе с таким понятием, как геропротектор, потому что мы уже с вами договорились, что биомаркером старения может стать не каждый показатель, а только тот показатель, который меняется под воздействием каких-либо вмешательств хороших, которые мы предлагаем человеку. И эти вмешательства чаще всего являются геропротекторами. Это могут быть, как мы уже поговорили, изменения образа жизни и изменения физической активности. Причем здесь вопрос не только в том, чтобы увеличивать ее количество или интенсивность, а в том, чтобы подбирать правильные упражнения. И многие пациенты удивляются, что, например, если они тренируются каждый день и поднимают огромный какой-то вес, но это прекрасно, но не слишком полезно для их биологического возраста. А вот для состояния скелетной мускулатуры, например, более полезны упражнения на сопротивление, потому что когда делаются упражнения на сопротивление, то тогда образуются как раз длинные мышечные волокна, которые являются основой мускулатуры скелетной. А соотношение скелетной мышечной мускулатуры и жировой ткани – это как раз тоже один из показателей успешного долголетия, успешного здоровья или старения. Поэтому взаимосвязь геропротекторов и биомаркеров рассматривается очень часто и в разных аспектах. И что должен делать потенциальный геропротектор, будь то технология или какой-либо препарат. Конечно, он должен увеличивать продолжительность жизни хотя бы на какой-то не столь большой период. Это очень легко увидеть, конечно, на животных, особенно на мышах. Оценить на человеке – это порой бывает достаточно сложно и долго, а на мышах, которые живут два года, это видно иногда очень хорошо. Увеличивают, главное, продолжительность здоровья жизни, потому что заставить кого-то жить с тяжелой патологией, еще увеличивать этот отрезок или заставлять эту патологию прогрессировать, наверное, не очень хорошо. И, главное, улучшает показатели биомаркеров старения. Ну и, соответственно, вот эти два понятия геропротектора и биомаркер старения находятся в теснейшей зависимости, поэтому просто собирать информацию о биомаркерах старения нам не так интересно. Нам, конечно, интересно знать, каким образом мы можем на их концентрацию влиять. И теперь давайте уже в завершающей части нашей беседы коснемся темы, наконец-то, калькуляторов биологического возраста. Их может быть очень и очень много. Они могут включать в себя различные показатели. И сложные, которые учитывают различные омы или омиксы, протеомы, метаболомы и так далее, геномы. И достаточно простые, которые могут, например, учитывать физическую активность и количество пройденных шагов. Но они не очень точные. У меня вот, например, есть приложение, которое называется, по-моему, геросенсия. Оно меряет биологический возраст. Каждый божий день у меня он разный. И я искренне пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Хотя, например, в будние дни у меня примерно одна и та же физическая активность и количество шагов. Потом, если у тебя есть собака, оно у тебя точно сильно не уменьшится. Но мой возраст меняется прямо на несколько лет. Не знаю пока еще, какой у них секрет. Но, по крайней мере, я предполагаю, что это не самые точные часы. Но, конечно, более точные это часы, которые основаны в том числе на показателях крови, на биохимических, гормональных, метаболических, и которые могут более детально оценить биологический возраст. Для того, чтобы создать эту формулу, конечно, в первой стадии является такой ручной интеллектуальный труд. То есть это создание некой панели потенциальных биомаркеров старения. Группа исследователей, которые уже себя проявили достаточно хорошо. После этого уже подключаются биостатистики. И, конечно, здесь уже не обойтись без искусственного интеллекта и глубоких нейронных сетей. То есть тех нейронных сетей, которые имеют несколько уровней, достаточно много. И эта система может сама себя обучать и находить наиболее оптимальное сочетание этих биомаркеров старения. Поэтому в этом исследователям, конечно, очень помогает машинное обучение, потому что за достаточно короткий срок мы можем получить очень неплохую и с неплохой предсказательной способностью формулу часов биологического возраста. Сейчас считается хорошей погрешностью этого калькулятора погрешность в пределе 4 лет. Но это некий идеал, потому что когда мы начинаем делать обычно какие-то часы и первую формулу, то сначала погрешность может быть и 10 лет, и 12 – это абсолютно нормально, потому что все факторы друг с другом взаимодействуют. Конечно, чтобы получить некий идеал, нужно время, и нужно в том числе смотреть, как внутри этой формулы биомаркеры старения будут друг на друга влиять. И, конечно, уже есть достаточно много накопленных знаний в больших и известных исследованиях, в которых биологический возраст был одной из конечных точек определения, и он оценивался с помощью различных хорошо себя зарекомендовавших калькуляторов. Один из них – калькулятор FEN-IH. У него есть две модели. Одна более сложная, которая основана на изменениях генома, и более простая. Ну, простая в хорошем смысле, то есть более доступная. То есть это модель, которая учитывает биомаркеры старения в биохимическом анализе крови. И вот мы ей тоже пользуемся, потому что она, благодаря нашим коллегам из Нижнего Новгорода, валидирована для российской популяции. А вот зачем мы все-таки придумываем в таком количестве различных калькуляторов биологического возраста? Вы вполне можете задаться этим вопросом, и какое-то подозрение у вас может возникнуть, потому что это похоже немножко на какую-то спекуляцию. Вроде бы уже все придумали до нас прекрасные наши зарубежные коллеги. Да, конечно. Но они придумали не все, и они не придумали калькулятор именно для российской популяции. Ну, и вопрос не только в российской популяции, а в том, что эти часы очень-очень чувствительны к различным географическим, этническим особенностям. Поэтому, ну и вообще говоря о калькуляторе российской популяции, мне тоже очень часто задают вопрос, а что же это будет? Конечно, сейчас, пока мы его создаем в рамках Москвы, Московской области, там мы имеем тоже ограниченную выборку участников. Но создать это возможно, да, включая все больше и больше разных участников из разных регионов, да, потому что здесь очень важна еще не сама национальность, а чтобы человек жил в определенных географических условиях тоже. Это тоже влияет на точность калькулятора. Поэтому каждому важно очень иметь свою собственную модель, потому что мы уже увидели, что, например, некоторые наши формулы включают совершенно другие показатели, которые оказались значимы для наших участников, которые не включены, например, в формулу наших зарубежных коллег. И поэтому пользоваться теми часами было бы не совсем правильно, и, наверное, может быть, давало кому-то какие-то ложные надежды, которых на самом деле не было. И исследований, да, таких было очень много. И некоторые были очень простые и очень красивые. Например, исследование о взаимосвязи питания биологического возраста, и уже при одной такой достаточно простой интервенции применения вот этой геропродуктивной технологии увидели, что приверженность здоровому питанию была ассоциирована с более низкими значениями биологического возраста. Главное, что это исследование было перспективным, то есть оно длилось какое-то время. И здесь уже точно мы могли сделать вывод исследователей о характере этой связи и доказать, что, правда, здоровое питание влияет на биологический возраст. И, конечно же, вторая геропродуктивная технология, о которой мы уже неоднократно говорили, физическая активность, она тоже проявила себя очень хорошо, в том числе на таких специфических группах, как долгожители и супердолгожители. Кто это такие? Долгожители – это любой тот, кто дожил до своего 80-летнего юбилея, а супердолгожитель – это тот, кто дожил до возраста 90 лет и старше. На самом деле в России супердолгожителей достаточно много, и только в центральном регионе мы уже собрали данные о 4000 таких человек, 90+. И, в общем-то, как раз одна из наших задач – найти вот эти гены долгожительства, эти факторы, которые способствуют достаточно активному доживанию до такого возраста. И что же из себя обычно представляют, да, как выглядят вот эти абстрактные часы старения, как они должны выглядеть для того, чтобы можно было пользоваться. Это, в общем-то, похоже на такую анкету, которую достаточно легко запомнить. Здесь для примера приведены как раз часы финоэйдж, которые считают биологический возраст по показателям крови. И вы видите, что, я вас не обманула, в основном это достаточно простые, известные всем показатели. Глюкоза, креатинин, то есть показатели работы почек, лимфоциты. Достаточно сдать два анализа простых практически в любой лаборатории, в любой поликлинике определяемых, и таким образом оценить свой биологический возраст. И, конечно, то, чем занимаемся мы, это создание калькуляторов биологического возраста для российской популяции, поэтому мы долго не мудрствовали и назвали это исследование РУС-Рейдж. И, в общем-то, вдохновившись примером наших различных иностранных коллег, мы разработали наш собственный проект. Поэтому мы не только, конечно, создаем именно саму формулу калькулятора, мы изучаем и модели ускоренного старения. Есть несколько веточек этого исследования. Неспроста такая диаграмма, потому что иногда мы сами начинаем уже путаться, с чего все началось, потому что исследование растет, расширяется, да, и изучается и феномен долгожительства, и супердолгожительства. А главное, что благодаря тому, что мы набираем в исследовании участников от 18 лет до бесконечности, у нас нет никаких ограничений по возрасту, мы можем проследить динамику биомаркеров старения. Отбираем мы достаточно здоровых людей, что тоже важно, и что нас в положительную сторону отличает, например, от других подобных исследований. И наша большая цель — это создать панель биомаркеров старения и разработать калькулятор биологического возраста именно для российской популяции. И, как я уже сказала, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но на самом деле Русейдж — очень хорошее исследование, потому что мы, во-первых, изучаем динамику изменения биомаркеров старения, потому что у нас планируется и перспективная часть, то есть повторная оценка этих показателей у наших участников. А главное, что у нас достаточно жесткие критерии исключения. То есть мы не абсолютно у каждого человека определяем эти показатели, но у того, кто нам подходит, у кого нет тяжелых хронических неконтролируемых заболеваний или какой-то тяжелой недавно предшествующей операции и так далее. И это позволяет нам оценить именно правильное здоровое старение. И помимо биомаркеров старения оценивается еще очень много различных параметров. И мы говорили о том, что это то, что помогает оценить успешное старение, поэтому это все неспроста. Разные опросники и шкалы, и качество жизни, и нарушение сна, и статус питания — все это позволяет нам создать наиболее полную картину, и в том числе дает возможность придумать еще больше калькуляторов, в том числе на основе вот этих клинических данных. И, конечно, мы двигаемся, может быть, не так быстро, как нам хотелось, но все равно достаточно активно. И в следующем году мы надеемся, что уже будем вам рассказывать о тех первых калькуляторах, которые мы запустим и которыми мы сможем пользоваться. Потому что то, как мы себе это представляем в идеале, что нам удастся получить достаточно простую, но в то же время достаточно точную формулу, которая в том числе может быть использована для работы в поликлиниках или в системе ЕМИАС. Поэтому так важно нам отобрать те показатели, на которых реально можно повлиять, и которые действительно можно оценить, даже не имея какого-то очень сложного оборудования или сложной лаборатории. И почему-то больше это никуда не переключается. Вот. Но это был просто последний слайд. И на самом деле я могу очень долго здесь говорить, но у меня уже самой садится голос, у вас, конечно, скоро начнется гипоксия. Но я думаю, что все равно какие-то выводы мы из нашего сегодняшнего разговора можем сделать. Поэтому что бы мне хотелось важного сказать в завершении? Что одним из важных, да, может быть, не важнейших, но очень важных механизмов старения является воспаление, о котором мы сегодня подробнее поговорили. Оценка здоровья должна проводиться, во-первых, она должна проводиться, да, здоровье, а не только болезни. И она может проводиться с помощью оценки механизмов антистарения, например, вот этого резилинса или устойчивости. И биологический возраст можно оценивать, и нужно его обязательно оценивать, потому что это истинная скорость старения организма. Оценивается с помощью биомаркеров старения. Ну и, конечно, биомаркеры старения складываются в красивую форму, на основе которой делаются калькуляторы биологического возраста, которыми, я надеюсь, мы все скоро будем пользоваться. И в завершение это одно из моих любимых животных. Это снова достворчатый моллюск, это моллюск Мин. У него была печальная судьба, потому что его нашли на берегу Японского моря, исследователи российские, японские, конечно же, решили узнать, сколько ему лет. Единственный способ это узнать, это его открыть. И, конечно, после такой манипуляции моллюск Мин погиб. Почему он моллюск Мин? Потому что он жил еще с эпохи династии Мин, то есть ему было более 400 лет. Поэтому эту картинку я показываю в назидание нам всем, чтобы мы смогли как можно быстрее найти ту технологию, которая позволит нам определять наш хронологический и биологический возраст минимально инвазивно. И главное, чтобы мы получили от этого какую-то выгоду и старели так же красиво и успешно, как вот этот моллюск. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, я буду очень рада ответить. Спасибо большое за интересную лекцию. У меня три вопросика, и они очень разносторонние. Вам, как эндокринологу, наверное, будет интересен первый вопрос. Это можем ли мы с помощью, например, гормональной терапии как-то забирать старение. Например, есть там гормоны, которые обладают более-менее... Но там могут проявлять антиоксидантный эффект. Там мелатонин, например, дегидроэпиодестерон, как это называется. Вот такие вот вещи. Можем ли мы как-то их использовать, при этом избегая побочных эффектов? Это первый вопрос. Второй... Вы уже мой резилинс проверяете, сразу три вопроса мне зададите. Ну хорошо, я постараюсь запомнить. Давайте. Заодно определим, какие из них будут наиболее важны. На одном из слайдов было указано, что для кальпуляторов биологического возраста определяется еще метилом. Но это была просто теоретическая выкладка, или мы реально можем уже использовать генетические механизмы, чтобы определять возраст. И третье, это вот тут две недели назад, вроде, если мне память не изменяет, была лекция про 3D-биопринтинг. Можем ли мы использовать биопринтинг органов и, например, стволовые клетки, чтобы как-то их трансплантировать, например, если какой-то орган отказал? Есть ли какие-то наработки, например, помимо хрусталика уже есть? Вот, какие-то и вопросы. Спасибо большое за вопросы. Давайте начнем проверять меня и отвечать по очереди. Первый вопрос про гормоны. Конечно, как эндокринолог я очень люблю гормоны, но с ними, конечно, нужно быть достаточно осторожным, потому что у них очень разный спектр действий. И была какая-то волна поборников, например, назначение всем терапии половыми стероидами, в том числе тестостерона и андрогенов женщинам, которые потом приобретали какие-то невероятные качества, но и невероятные проблемы после этого. Если говорить про замедление процессов андистарения, то лидерами среди гормонов может быть, конечно, мелатонин, потому что он влияет на циркадные ритмы. Пожалуй, это единственный безопасный совет относительно применения гормонов, который можно с уверенностью дать любому человеку. Да, применение мелатонина в дозировке 3 мг, она стандартная, другой вы все равно в аптеке не купите. Безопасно, может восстановить циркадные ритмы, если нет каких-то выраженных нарушений или инсомнии, и улучшит качество жизни. Но, конечно, это не снотворно, и надо понимать, что если вы примете таблетку мелатонина и продолжите смотреть телевизор или читать книгу, или, не дай бог, читать новости, то он вам никак не поможет. Поэтому важно уже принимать мелатонин за полчаса до сна, уже дальше находиться в темной комнате, действительно стараться засыпать. Если говорить про другие гормоны, конечно, один из лидеров – это гормон роста, инсулиноподобный фактор роста. Мы в том числе в нашей лаборатории активно изучаем его роль в долгожительстве, потому что у долгожителей этот гормон достаточно на высоком уровне, но он очень противоречивый, потому что, с одной стороны, мы хотим иметь этот инсулиноподобный фактор роста на достаточно высоком уровне, но, с другой стороны, он стимулирует рост всего, в том числе различных клеток, без разбора и плохих, и хороших. Поэтому, кратко отвечая на ваш вопрос, поле для исследования очень большое, а вот что точно можно посоветовать из гормонов – это мелатонин, ну и, конечно, витамин D. В дозировке 2000 международных единиц можно абсолютно всем, даже не видя человека, это назначать. Теперь ваш второй вопрос. Да, хорошо, что вы мне тут сказали. Метеллирование. Конечно, эпигенетические изменения уже используются в формулах часов биологического возраста, потому что, например, часы DNA, M, FNAH – это как раз эпигенетические часы, то есть они оценивают сайты метеллирования, то есть те участки в геноме, которые подвергаются присоединению метильной группы CH3. Это такая метка, которая указывает на наличие каких-либо изменений. Это нехорошо и неплохо, да, это просто факт. Количество этих групп говорит о количестве изменений какие-то важные и могут поменять считывание информации, какие-то неважные, но это наиболее ярко позволяет нам оценить какие-либо процессы в организме. Поэтому да, это есть. И ваш третий вопрос про 3D-принтинг. Ну, конечно, это то, что будет развиваться и уже достаточно активно развивается и в РНИМУ, где мы работаем, есть инжиниринговый центр, который активно на этом принтере печатает различные, пока не очень сложные органы, но, например, некоторые суставы или части эпидермиса, которые можно пересаживать. Это абсолютно нейтральные, получается, части тела, которые не вызывают какой-либо реакции иммунной системы. И да, конечно, это будет развиваться дальше уже на более сложных органах. Я вас удовлетворила ответом на ваш вопрос. Спасибо. Коллеги, давайте, чтобы все успели хотя бы по одному вопросу задавать, задавать один вопрос. Спасибо. Здравствуйте. Потрясающая лекция. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мне как будущему ученому, у меня вопрос, что, на ваш взгляд, наиболее перспективно с точки зрения борьбы со старением, если человек, к примеру, доживет до какой-то оптимальной позиции, например, в 50 лет и законсервируется какими-то препаратами или какими-то, не знаю, там, устройствами, либо доживет до какого-то возраста, ну, к примеру, в 70 и примет какую-то таблетку, чтобы отмотать свой биологический возраст назад. То есть, что, на ваш взгляд, самое реальное, что мы можем увидеть вот при нашей жизни? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я тоже задумалась, что же позволит это отмотать назад, как у Бельжамина Баттона, но он плохо закончил в итоге, он слишком много отмотал. Я не знаю, но я думаю, что на самом деле то, по какой траектории мы движемся сейчас, это что-то между, то есть это не совсем заморозить, и не совсем отмотать назад, а, во-первых, сократить вот эту вот дельту, разницу между хронологическим и биологическим возрастом, сохранить старение. На самом деле вот мы хотим научить всех стареть правильно, не анти-эйдж, а про-эйдж. И вопрос в том, что можно выглядеть совершенно по-разному в разный возраст. То есть здесь вопрос об управляемости старением, и в первую очередь о том, чтобы ускорить, наверное, механизмы антистарения, не то, что их ускорить, а усилить, да, и снизить скорость механизмов старения. А вот доводить, например, до какой-то стадии старения, а потом отматывать назад, просто некоторые уже изменения, они будут необратимы, да, в том числе метильные вот эти метки, их никуда не деться. Если уже их понаставили, мы их потом не сотрем. То есть это точно, наверное, нет. Но вот прям супер что-то замораживать тоже неправильно, да. Поэтому просто замедлять скорость самых неприятных механизмов старения, ну и все-таки не бояться, наверное, стареть. Это красиво, правда, можно делать. Спасибо, да, за лекцию. Много вопросов, нужно выбрать один. Все, наверное, видели детишек с синдромом Вернера. Это, напомню, такие маленькие детишки, которые выглядят как старики. В чем отличие их старения от старения нормальных людей? В чем отличие от супердолгожителей? Спасибо за вопрос. То, что Вы упомянули, это как раз модель ускоренного старения. Синдром Вернера – это один из прогероидных синдромов, то есть тех заболеваний, которые как раз про, да, стимулируют ускоренное старение. Это ультраорфанное заболевание, то есть супер-супер-супер редкое. И вот сейчас мы знаем, что в России детей с синдромом Вернера, которые, я надеюсь, все дожили, потому что старшей девочке было 12 лет, уже для них это критический возраст, было 4 ребенка. Они все наблюдаются в первом меде. И это изменение на уровне ДНК. То есть здесь мы очень сильно, конечно, пока на теперешнем этапе повлиять на это не можем. Хотя есть уже препараты, да, которые некоторые из этих детей получают, которые вот этот процесс могут затормаживать, но не останавливать. Поэтому вот дети с прогероидными синдромами и супердолгожители – это вот крайние точки старения. Ну, просто супердолгожителям есть шанс стать каждому, да, это просто естественное течение старения. А прогероидные синдромы, в общем-то, они не просто дают развитие старения в ускоренной перемотке, они именно описывают сценарий очень патологичного старения, да, и эти дети уже там в возрасте 3 лет имеют атеросклероз, некоторые переносят инсульты, чаще всего они погибают от сердечно-сосудистых катастроф. Но на их примере мы как раз в такой ускоренной перемотке, на примере этих заболеваний можем изучать, что происходит, если мы никак не влияем на механизмы старения, в том числе на хронические заболевания. Уточняющий вопрос в догонку, по биологическим маркерам, они 100% просто не все маркеры старости, или они в каком-то количестве маркеров старые-старые, а в каком-то нет? Они по большей части все-таки, даже не то, что, ну, чаще всего, да, большинство показателей их биомаркеров старения, они находятся в категории прям очень-очень старых. И мы мерили у этих детей, потому что мы вот сотрудничаем как раз с педиатрами, и у трех детишек мы померили биологический возраст, им было детям хронологически от трех до пяти лет, средний возраст у них получился 64 года по показателям. И в том числе мы использовали калькулятор ЭХЭЙЧ, это калькулятор старения сердца, который тоже мы разработали. В общем-то у них все показатели шли с огромным опережением. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо огромное за содержательную лекцию. И у меня будет практический вопрос. Я уже как бы отношусь к возрасту как раз людей пожилых. И мы с мужем ведем одинаковый абсолютно образ жизни. Но он еще и апологен, так сказать, аутофаги и уменьшения калорийности питания. При этом, вот что касается фотографии, или вот мы участвуем в различных кинопроектах, его не берут из-за того, что он как бы выглядит старше своих лет. И мне будет такой вопрос. Стоит ли ему придерживаться вот этого пониженной калорийности питания, если на его, так сказать, биологический возраст это отрицательное влияние? Спасибо. Спасибо за очень жизненный вопрос. Я думаю, что... Ну, вы затронули на самом деле очень-очень важную тему, потому что 10 лет назад были прямо ярые приверженцы рестрикции калорий или снижения калорийности питания, просто не вполне понимая, что экстраполировать, например, мышиную модель на людей не очень правильно, потому что мышь живет 2 года, при успешном старении она проживет 2,5. И на рестрикции калорий они этого достигали. Насколько это можно перенести на такой сложный организм, как человека, вопрос очень индивидуальный. У кого-то это действительно работы. Что может происходить в вашей ситуации? Потому что рестрикция калорий – это в том числе и ограничение содержания, употребление белков, углеводов, жиров и так далее. Поэтому внешние изменения на самом деле не отражают биологический возраст. Не всегда. То есть если появляются какие-то изменения в составе эпидермиса или какие-то морщины, заломы, это может быть связано с недостаточностью просто банального поступления определенных питательных веществ. И это все приводит, как раз это было в одном из механизмов старения, к изменению вот этого каркаса клеток, на которых они и держатся. Потому что есть еще одна теория старения, которая говорит о том, что мы живем столько, сколько живет наша ластин и коллаген. Мы стараемся не говорить об этом дерматологам, потому что они очень это яро тогда воспримут. Но на самом деле в этом тоже есть правда. Поэтому я лично, как эндокринолог, все-таки не рекомендую рестрикцию калорий, как вот такую супергеропротективную технологию. Точно. Я бы не стала это делать. Это запись для мужчины. Это вы, чтобы он точно вам поверил? Ну да, нет пророк в своем отечестве, поэтому я надеюсь, что он будет есть правильно. Вопрос с провокацией. От вас очень опасный этот вопрос. Девушка в Советском Союзе пела, что люди желают знать, что будет. Приходят пациенты и спрашивают один и тот же вопрос. Доктор, сколько у меня осталось жить? Но у доктора же не кукушка. А у доктора есть теперь часы биологического возраста. Так вот вопрос. Насколько мы действительно приблизились к этой утопии, когда пациенту можно сказать, а сколько же вам конкретно осталось? Или калькулятор биологического возраста позволяет немножечко поиграть с таблетками, уменьшить их, может быть увеличить, но все равно мы так и не достигнем этого ответа на вопрос пациента? Спасибо. Мы стараемся всегда избегать ответа на этот вопрос и переводить это все в положительную плоскость. Потому что сколько осталось, ну не знаю, только Господь Бог может знать, сколько осталось. Может сейчас вот он выйдет, от вас ему упадет кирпич на голову, а мы обещали уже ему 50 лет счастливой жизни. Но калькуляторы, я думаю, они все-таки рассчитаны на то, чтобы оценить то, что происходит здесь и сейчас. Потому что даже биологический возраст, это хорошая новость сегодняшней лекции, он может меняться. И мы действительно можем его поменять. Поэтому это отражение изменений в аспекте среза того, что происходит сейчас. И это, наверное, может использоваться как некий такой прогностический маркер. Ну условно, если человеку 40 лет, а у него возраст биологический 70, ну и мы берем, что прожить можно там до 110 лет или 115 максимум пока что мы можем, то, наверное, это не очень хорошо. Но мы можем его обрадовать тем, что если он будет послушным пациентом, то тогда уже через полгода можно оценить какие-то положительные изменения его биологического возраста. Вопрос действительно с провокацией, но я принципиально не хочу на него отвечать и пациентам своим тоже, потому что мы хотим как раз говорить об антистарении. И о том, что мне, наверное, лучше спрашивать, сколько мне осталось делать всего, чтобы стареть правильно. Спасибо огромное за лекцию. Скажите, есть ли какой-то возраст планка, когда организм начинает усиливно стареться или все происходят постепенно? Наверное, такого возраста нет. Но если мы возьмем какие-то изолированные популяции, например, аборигенов из Папуа-Новой Гвинеи, у них возраст ассоциированных заболеваний уже появляется в возрасте 50 лет. Это очень рано, это рекорд вообще для всей планеты Земля, потому что они живут так же, как и жили 200, 300, 500 лет назад. Сейчас, особенно в больших городах, сказать, что есть какая-то отрезная точка, мы не можем. Как эндокринологи мы можем условно сказать, что у мужчин старение начинается раньше, но более плавно, и с достижением 30-35-летнего возраста они начинают стареть, но не так выраженно. У женщин это начинается ближе к 50 годам, зато более резко, неизвестно, что лучше. Но вот какой-то точки невозврата на самом деле ее нет. То есть здесь вопрос в том, насколько правильно человек... Есть, конечно, несколько стадий старения и взросления, и, наверное, таким универсальным показателем это является термин «соматопауза», то есть снижение уровня соматотропного гормона или гормона роста, который происходит где-то в возрасте 40 лет. На это можно примерно ориентироваться, причем и у мужчин, и у женщин он будет снижаться, потому что в противном случае мы бы получали огромное количество всяких пролиферативных заболеваний, опухолей и так далее. Но вот какого-то маркера, прямо именно возрастного, хронологического, все же нет. Мы стараемся вот от этого как можно дальше отойти. И границы вот эти уже очень-очень сильно стираются. Поэтому мы как раз оцениваем даже не просто биологический возраст, 70 лет или 25, а разницу. И как раз оцениваем не просто выраженное старение, а его скорость. Вот это важно. Спасибо. У меня вопрос тоже связанный с предыдущим. Не совсем осталось понятно, как, собственно, цифра биологического возраста используется. Что это означает, как она коррелирует с хронологическим возрастом в разных популяциях, одинаковые, или калькулятор разных калькуляций биологического возраста должен быть. То есть, может быть, несколько практических примеров того, как именно вот эта цифра должна использоваться. Эта цифра должна использоваться не только сама по себе отвлеченно, она должна использоваться для того, чтобы посчитать разницу между возрастом биологическим и хронологическим. Поэтому здоровая относительная разница, она должна быть где-то в пределах 5 лет. То есть, если человеку 30 лет, его биологический возраст 35, это терпимо. А если у него биологический возраст 70, то это уже плохо. Поэтому в первую очередь мы рассчитываем вот эту разницу, дельту. Теперь говоря о разных популяциях, нужны, конечно, разные калькуляторы с разными параметрами. У нас уже некоторые калькуляторы, которые мы делаем, они получились даже с разным набором параметров для мужчин и женщин. И показатели, которые мы вообще не ожидали, что они будут так значимо отличаться. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы говорили, что вы разорватываете свой возраст именно для российской популяции. Понятно, что даже когда препараты тестируются, японцы вообще все по-другому делают. Вопрос такой. Российская популяция, она очень разнородная. И смотрели ли вы вклад гоплогрупп в дельту хронологического и обычного возраста, если сильно большая разница гоплогрупп, когда имеется в виду одинаковый разный предок у них будет? То есть вдруг, если совсем упростить, гоплогруппа не имеет никакого значения, если вы все живете в Москве. Или как бы наоборот, для калькуляторов необходимо будет провести типирование человека на гоплогруппу, чтобы он был более точным. Потому что российская популяция как бы очень разная. Прям нереально. Да, спасибо за вопрос. Я уже об этом говорила, потому что мы все очень разные. И слово россиянин ни о чем не говорит совершенно. Но на самом деле мы еще только учимся, и модели тоже наши еще только учим. Поэтому пока у нас еще есть только прототипы. Как думаю я, что все-таки, ну и не только я, что средовые факторы, они оказывают намного большее значение, чем факторы генетические. Однако, конечно, одно другого не исключает. Возможно, да, следующим шагом это как раз будет сделать то, что вы предложили. Просто мы пока еще до этого не дошли. Но говоря даже о участниках, которых мы включили сейчас, мы просим обязательно писать национальность, да, человека. Ну, они все в основном живут в Москве, в Московской области поблизости. Почему? Потому что получается, что все равно они все достаточно похожи. Из-за того, что, ну, если человек прожил больше 10 лет на одном месте, да, то уже его средовые факторы на него очень сильно влияют. Но это вопрос очень интересный, очень полезный с практической точки зрения. Поэтому, конечно, я думаю, что один из шагов как раз таким может быть. Просто пока мы еще вот не дошли до этого этапа. Спасибо. У вас был вопрос. Последний вопрос на сегодня. Про жизнь тогда, про жизнь и смерть. Вот известно уже на слуху случай внезапной смерти. То есть молодой человек, относительно молодой мужчина, 40 лет, 20, смерть. В связи с этим вот такие вытекающие вопросы к биомаркерам старения. Первое. На патоморфологическом скрытии можно ли эти маркеры еще выцепить и измерить возраст, какой он был в патоморфологии. Второе. Если маркеры старения... Может, это уже два вопроса. Это детали. Это детали. Конкретно уже маркеры старения конкретного окна. Ну, может, там сердце сейчас у вас барахнет. И как следствие, может ли, могут ли маркеры старения являться предсказанием? Потому что, дорогой товарищ, у тебя как-то возраст сейчас биологически зашкаливает. Есть. Надо позаботиться от себя. Иначе может произойти ужасно. Я начну отвечать на ваш вопрос с конца. Биомаркеры могут быть, они так и называются, предсказательными, да? То есть они абсолютно точно могут какую-то прогностическую ценность иметь. Говоря о каких-то изменениях постмордом, это вообще тоже отдельная тема. У нас даже был в свое время разговор с анатологами на эту тему, чтобы оценить в коллаборации с ними какую-то возможность, в том числе изменения на клеточном уровне. Потому что клетка, да, она в мертвом организме, она не сразу сама становится мертвой, да? И какие факторы она выделяет, и какие маркеры она выделяет, тоже достаточно интересно. Мы просто, вы тоже опережаете немножко наши события. Мы очень стараемся ускориться, но мы пока еще тоже в процессе мыслей над этим. Но это, конечно, тоже безусловно важно, потому что, зная эти маркеры, мы в том числе можем понимать, на какие процессы в первую очередь надо влиять. в клетке. Ну и найти, конечно, мы хотим все-таки больше про жизнь, то есть про те биомаркеры, которые мы можем определять прижизненно, да, и которые мы можем повлиять для того, чтобы биологический возраст сильно-сильно не расходился с хронологическим. Давайте и поблагодарим. Спасибо. Спасибо.